добро пожаловать на уроки по sony vegas для того чтобы комфортно и правильно работать в программе перед ее использованием нужно сделать необходимые важные настройки так как по умолчанию в программе все настройки универсальны а нам нужно настроить программу как говорится под себя для настройки программы открываем вот эту вот вкладочку настройки запомните в английской версии называется options и переходим в последний пункт списка по английской версии он называется preference так еще раз запомните вот этот пунктик а теперь внимание то что будут делать я то же самое должны будете сделать и вы то есть произвести все те же самые настройки это все нужно для того то программа стабильно и правильно работала нажимаем этот пунктик и появляется окошко здесь вот очень много вкладок это все настройки данной программы но мы с вами начнем по порядочку нижние вкладки самое первое напомню что мы с вами профессионалы и самостоятельно что-то здесь менять не рекомендую хотя некоторые пункты вы можете попробовать менять и что получится главное после не забыть вернуть на свои места все как было если вдруг что-то не получится итак первая вкладка смотрим внимательно где стоят у меня галочки вы должны внимательно посмотреть и поставить у себя так вот здесь вот должна быть галочка и вот здесь вот нам нужно указать путь к папке эта папка буферная так сказать она должна лежать я вот не настроена в другом диске не на диске c потому что не советую ее держать на диске c а там в этой папке собираются все файлы которые появляются во время работы с программой то есть буферные такие вот разные файлы так что укажите путь до папки создайте ее на любом другом диске на диске d это какой у вас сколько у вас дисков и желательно чтобы этот диск был большой емкости дальше переходим на вторую вкладочку видео здесь одна из самых главных настроек я так считаю это вот здесь вот первая полоска это оперативная память и вот здесь вот нужно будет указать число оперативной памяти такое с которой будет работать ваша программа sony vegas здесь он sony vegas дает подсказочку то максимально мы можем выставить вот такое вот число памяти то есть многие советуют выставлять половину той оперативной памяти что у вас есть но удивительно видите у меня здесь стоит 0 и я вам также советую ставить 0 многие могут со мной не согласиться но можно поспорить я очень много экспериментировал с памятью ставил здесь различные числа но в итоге понял что лучше здесь поставить нолик нолик означает что sony vegas будет брать столько памяти сколько ей необходимо ну на этом здесь все переходим к следующей вкладочки здесь мы ничего не меняем в audi тоже ничего пока не надо здесь тоже оставляем здесь тоже не надо здесь тоже пока ничего не надо здесь вот дополнительные различные эффекты но мы этим заниматься пока не будем переходим на верхнюю вкладочку вот здесь здесь мы должны кое-что подправить и вы должны знать кое-что что здесь находится вот эта строка где вот тут стоит вот пять секунд эта строка это когда вы будете работать с картинками или фотографиями и разместив эту картинку на рабочем столе как в таймлайне у вас промежуток между ними будет равняться пяти секундом точнее не перемежуток между ними прокручивание картинки будет равняться по умолчанию 5 секунд вы можете поставить здесь 6 секунд когда ваша фотография будет лица 6 секунд и так далее я думаю здесь все понятно так дальше так вот здесь можно поставить галочку эта галочка означает что когда вы добавляете рабочий стол timeline очень много фотографий допустим работать с картинками фотографиями при добавлении их пачкой то между ними будет появляться переход в одну секунду у меня этой галочки не стоит потому что я так много работаю с фотографиями и переходами тоже особо не балуюсь так давайте дальше это дисплей здесь вот меняется цвет иконок можете поставить как у меня 90 на 60 дальше здесь ничего не меняем здесь тоже ничего не меняем ну и здесь тоже ничего не меняем и теперь мы кнопочка ok подтверждаем наши настройки теперь все необходимые настройки нашей сделали так еще раз хочу застричь ваше внимание вот так теперь вот эта вот вкладочка настройки вот посмотрите внимательно здесь стоят такие вот галочки и проставьте у себя точно также галочки как и у меня так теперь давайте посмотрим вот на эту вкладочку которая третья слева и здесь тоже пожалуйста поставьте птички в тех местах где они стоят у меня вот здесь вот и вот здесь вот внизу так теперь вот эта вкладочка вы как-то поменяли окна как настроили под себя по своему усмотрению после этого вы можете сохранить свое расположение всех этих элементов то при следующем запуске программы у вас осталось точно так как есть или же например вы будете открывать дополнительные какие-нибудь окна и чтобы вернуться тому расположению удобному для вас вы можете нажать вот сюда уже сохраненную комбинацию и открыть все точно так же как у вас есть так чтобы нам сохранить расположение мы выбираем третью сверху вкладочку называется на сохранить как вот убиваем имя и подтверждаем нажимаем окей и у вас появится вот такая вот позиция сохранение окон и всегда при случае вы можете в нее вернуться так еще раз о позиции и расположении окон ну как я и говорил вы можете сделать окно просмотра максимальным минимальным вы можете двигать монтажный стол если необходимо влево вправо ну и конечно же менять ширину вот этих вот окошек и также можете менять ширину нашего монтажного стола ну я примерно делаю чтобы на нем вмещалось 4 дорожки иногда бывает очень много дорожек и необходимо одновременно увидеть что на них происходит как что и где какие элементы на них расположены чтобы увидеть все это одновременно нужно нажать клавишу f11 и когда мы ее нажимаем у нас все исчезает и остается один огромный монтажный стол timeline в любом случае мы можем нажать опять f11 и вернуться к тому положению которое изначально было как видео дорожки добавить и аудио дорожки добавить если мы в любом месте монтажного стола нажмем правой кнопкой мышки мы увидим здесь маленькую вкладочку вот такое вот окошко первое это у нас открыть какой-то файл второе это у нас добавить аудио дорожку третье это добавить видео дорожку вызываются они своими сочетаниями клавиш trl q trl shift q если мы нажмем на видео то у нас сразу появится на монтажном столе видео дорожка тогда мы нажмем на аудио дорожку то у нас сразу под видео дорожкой появится аудио дорожка до вкладочки верху от вставка мы можем сделать тоже самое вот видите аудио дорожка и видео дорожка вот эти вот аудиотреки мы можем тоже делать разной величины вот видите как я растягиваю вверх и вниз это зависит от той работы которую вы делаете от удобства кому как удобно тот так и работает немножко скажу о ярлыках быстрого запуска открываем вкладку настройки вот этот английская версия называется options находим здесь вот это вот строчечку нажимаем ее и получаем вот такое вот окошко где слева у нас имеются различные элементы и справа у нас имеются различные элементы вправо это те элементы которые у нас уже есть вот здесь они расположены а слева это элементы те которые мы можем добавить и чтобы нам добавить какой-нибудь элемент допустим аудио дорожку видео дорожку горячую клавишу мы находим вот среди этих элементов элементов которые слева и нажимаем кнопочку то выделяем ее нажимаем кнопочку добавить и у нас потом появляется на панели инструментов вот здесь вот тот элемент который вам очень часто необходим вот смотрите я выделяю нажимая кнопочку добавить и сразу здесь вот появился этот элемент закрываем это окошко и в принципе наша программа готова к использованию на следующем уроке мы начнем с вами творить уже что-нибудь чудесное если же вы нажали что-то и все изменилось не так как было или вегас работает как-то не так как хотелось бы или вегас вообще глючит непонятно как вам нужно запомнить одну волшебную комбинацию клавиш которая вернет все на свои места эта комбинация trl плюс shift удерживая эту комбинацию нужно запустить вегас и все настройки вернуться стандартное состояние на этом наше занятие закончено всем спасибо ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока